Михаил Джанелидзе возглавил грузинский МИД после смены кабинета в самом конце прошлого года. Как правило, главы внешнеполитических ведомств начинают свои визиты с соседей. Так наши министры после своего назначения посещают Финляндию, Латвию и Швецию. На такой шаг главы грузинского внешнеполитического ведомства политолог объясняет тем, что обе страны не упускают случая публично подчеркнуть свое стратегическое партнерство в самых разных областях. От сельского хозяйства до кибербезопасности. Это может быть расценено так же, как жест благодарности Эстонии, которая прилагает немалые усилия для того, чтобы на фоне глобальных кризисов в Евросоюзе не забыли о программе восточного сотрудничества, важнейшей для Грузии, стремящейся в Европу. Грузия делает все возможное, чтобы соответствовать требованиям договора об ассоциации с ЕС. Это не наша конечная цель, но требования помогают в трансформации нашей экономики и государственных институтов. И в построении в итоге крепкого государства. Нашей окончательной целью является членство в ЕС, но сейчас мы стремимся использовать все возможности и преимущества, предоставляемые договором. Следующим шагом к большей интеграции в Европу станет, как мы надеемся, отмена виз для поездки в Евросоюз. Михаил Дженелидзе подчеркнул, что Эстония всемирно поддерживает усилия Грузии по интеграции в европейские трансатлантические структуры. Целью Грузии остается полноправное членство ЕС и НАТО. Со своей стороны страна готова реализовать реформы, необходимые для таких решений. С точки зрения эстонского министра национальных дел, Грузия проделала всю необходимую работу для внедрения безвизового обмена с ЕС. Марина Калерант рассчитывает, что политическое решение будет принято еще в этом полугодии. Если мы посмотрим на то, что Евросоюз за последние годы сделал, это и договор об ассоциации, договор о свободной торговле. Теперь было принято решение о безвизовых поездках граждан Грузии в Евросоюз. Это еще, правда, надо оформить на политическом уровне, но, в принципе, это решение принято. Все эти шаги показывают, что Евросоюзу важно, как Грузия развивается, как Грузия делает свои реформы. И важен уже и тот факт, что Грузия желает более тесные контакты с Евросоюзом. Но дело не только в сверке политического курса. Министр Дженни Лидзе сопровождает и представительная бизнес-делегация. Товарообмен между двумя странами пока ограничивается несколькими миллионами евро. Это не так много. Но в последнее время эстонские инвесторы стали проявлять определенный интерес, в основном к секторам гидроэнергетики и недвижимости. Поддержка заключается в помощи при проведении реформ, обучении студентов, строительстве электронного государства и системы кибербезопасности. И хотя Эстония уже реализовала в Грузии 45 проектов, сегодня было отмечено, что имеются большие возможности для расширения сотрудничества. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.